Ребят, всем привет! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео буду показывать мои последние покупки просто с магазинов. Это немножко одежды, немножко покупочки, возможно, как идея для подарков на Новый год и Рождество. В принципе, у меня так и есть чуть-чуть, да. И какие-то косметические, ну, в общем-то, знаете, даже включу сюда маленький заказ из Faberlic, потому что он был небольшой косметический. И всякая всячина. В общем-то, если вам интересно, тогда оставайтесь у экранов и поехали, посмотрим вместе. Так, давайте начнем, наверное, вот именно то, что мне выпадается под руки. А это покупала я как-то, наверное, ну, месяц назад, наверное, может меньше. В общем-то, у меня закончилась умывалка от Faberlic. И так как заказы я еще не получила, нужно мне было умываться чем-то. Я купила себе от Garnier вот такую умывалочку. Это гель для жирной кожи предназначен. 96% натуральных, оригинальных ингредиентов для комбинированной и жирной кожи. С green tea leaves, с зеленым чаем листьев, что-то такое здесь пишут. И я вам скажу, я вам скажу, что в принципе ничего мне подошло. Но если учитывать цену и ощущение после умывания между вот этим продуктом и Faberlic, мне все-таки, я предпочитаю все-таки Faberlic. Я не знаю почему, но мне нравится больше Faberlic. Более какой-то нежный и бюджетней, на мой взгляд, чем вот Garnier. И в общем вот так. Но, по крайней мере, если вы не пользуетесь Faberlic, а вы что-то подобное ищете, то можете присмотреться к этому продукту. И все такое. Как бы здесь пишут, что дерматологически тестирован. Нет парабенов, нет силиконов и нет красителей. Поближе поднесу. Так, поехали дальше. Так как у нас подходит Новый год, Рождество. Здесь Рождество 24-го. И у меня семья, получается, я хоть и православная, но мой муж и ребенок, они католики. И их родственники также. Поэтому мы больше празднуем все-таки в более таком праздничном образе. Все-таки католическое Рождество. Это с 24-го по 25-е. Я готовлю такие маленькие подарки. Это, как сказать, не такие большие, какие-то объемные, дорогие. Символические, но должны быть приятными. И для меня важно, чтобы подарок был использован. Не просто там где-то положен, забыт, не нужен или так дальше. И вот, как один из примеров, это вот такой подарочек. Это кофе, на самом деле, в такой вот красивой банке, деревянной. И это кофе 100% арабика. Здесь есть, сколько по граммам? 250 грамм. И, в общем-то, да, я покупала в магазине Lidl. Он считается как бы бюджетным, но, в принципе, его очень многие... Не многие, а, в общем, страна приняла. Это немецкая марка, немецкая сеть магазинов. И в Ирландии он очень популярный. И, в общем-то, вот там есть много идей. Как для Нового года, так и вообще для жизни. Нужных вещей, как продуктов, так и вещей всевозможных. Так что, вот такое, кто, скажем, в вашем окружении любит кофе. Кофе любят многие. И я считаю, что это будет полезный подарок. Ну, по крайней мере, приятный, как минимум. Для того, кто оценит вкус кофе. И вообще, вот, подарочный... Как подарочный набор выглядит хорошо, да? Только обмотать вот бумагу праздничную. Следующий. Так же, как идея для подарка. Это уже для какого-нибудь ребенка. Вот я купила такой домик. Он уже так же упакован. Все, только стоит его бумагой как бы украсить, да? Это... Gingerbread. Ginger, как по-русски? Ginger, ginger, это... Сапыла. В общем-то, наверное, вы видите с виду вот такой коричневый декоративный домик, который полностью весь съедобный. Он не маленький. У него здесь сколько грамм? Где-то должно быть написано, сколько грамм. Полкилограмма. Пятьсот грамм. Пятьсот грамм на такой красивый праздничный новогодний. Я думаю, что ребенка будет очень приятно и прикольно его там начинать. Как-то кушать, подкушивать, надкушивать и так дальше. И, в общем, вот. Так, ginger. Давайте я вам напишу под видео на перевод этого слова. Потому что я сейчас просто вышибла. Не могу вспомнить. Как вот знала и забыла, как называется по-русски ginger. Вот такой. Так. Следующие. У меня есть такие вот просто новые игрушки для елки. Вот такой вот расцветки. И они мне напоминают почему-то такую, знаете, как 90-е что ли. Потому что здесь... Ну, здесь такие вот, как при Советском Союзе были. Вот видите, да? Такие, куда веревочку, ниточку надо просовывать. Ну, как-то так. Что-то мне так напомнило. То есть, вот такие штуки расцветки. И вот такая расцветка. Такие шары. Довольно-таки они объемные. И нам елочку нужно присмотреть в этот раз побольше. Такую повыше. Вот. И еще одна как идея. На подарок, возможно. Это такой мешочек. Готовый уже. Я покупала в Тики Макс. Здесь несколько сортов и вкусов, номинований меда. И, как пример, вот, например, такой подсолнуховый мед. Здесь в этой баночке 42 грамма. Таких баночек здесь 4. И одна в 3 раза больше. Я просто ее не могу вытащить, потому что здесь так перекрыто. Вот эта баночка. Здесь у нас что? Здесь у нас синамон. Мед. Опять я не знаю перевод. Я понимаю, но не знаю перевода. Синамон. Наверное. В общем-то, я напишу под видео название перевода этих. Название, которое я сейчас не смогла перевести. В общем-то, вот таких 4-5 баночек меда разного вкуса меда. Считаю, что это тоже неплохая идея, как подарок на Рождество. Сладкий. И если даже семье подарить, то будут кушать и вспоминать, что это был подарок на Рождество или Новый год. И к тому же такая еще сумочка. Возможно, пригодится где-то уже для женской половины общества. Так, что еще у нас есть? Ну, естественно, я прикупила подарочную бумагу на погоднюю. Не стала брать какие-то слишком яркие. Вот снежинка, серенькую, белые снежинки. Я думаю, что достаточно будет. Так, следующий. Прикупила такого в бюджетном магазине. У нас он называется Deals. Там практически все по евро 50. Или, ну, индивидуально какие-то там другие цены на индивидуальный товар. И вот такой снеговик. Видите его размер? Ну, такой сантиметров 30 в высоту. Купила я за 5 евро его. И, да, хочу просто обновить нашего снеговика и Деда Мороза. Поэтому в этом году вот и Дед Мороз уже куплен. Кстати, вот он. Я показывала его в покупках в предыдущем видео где-то. И вот такие два заменителя у нас сегодня будут. Новый год. В этом году под елкой стоять. И они более объемные, чем у нас были ранее. Так. Что у нас еще есть? Так, по-моему, это все, что я вам хотела показать. Не все, но, в принципе, из вот этих новогодних тематик. Теперь я присоединю здесь такой небольшой заказ от Faberlic. И первое покажу. Значит, почему я сделала заказ? Потому что, в принципе, мне ничего не надо было. Но так как у меня были из предыдущих заказов довольно объемных, были накопительные баллы, на которые нужно было забрать свои подарки. Бесплатно товар на эти баллы. Поэтому мне нужно было сделать какой-то минимальный заказ, чтобы получить эти подарки. И вот этот заказ. Значит, первое это такой тату. Тинт. Называется как бы для губ. И, вы знаете, я его попробовала. Как-то мне не очень понравилось, если честно. Такая яркая. Но на самом деле, не настолько он яркий на губах. Но он дико мне сушит губы. И я не очень как-то совсем его поняла. И буду еще пробовать. Такой запах клубничный, приятный. Ягодно какой-то такой. Но не могу сейчас его советовать, насколько. Но мне очень посушило как-то губы. Даже потом как-то они начали у меня, знаете, как бы это блазить, что-то там вечно. Как-то такой дискомфорт я почувствовала. Не знаю, может быть это совпадение. Может быть как-то связано с этим тинтом. Следующее. Я заказала объемную тушь. Вот такую. Так, Maxi Style. Должна быть такая слишком объемная. Щеточка, знаете, такая как силиконовая. Которая, ну, хорошо, я знаю, прокрашивает реснички. Каждую даже увеличивает. Но еще не попробовала, потому что у меня есть другие туши. И к этой присоединюсь позже. Также я заказала для бровей такой фиксатор-гель. Который, в принципе, должен фиксировать. Но я вот что-то не очень чувствую, что он зафиксировал мне. Но, в принципе, да. Что-то, наверное, фиксирует за эту цену. Такая здесь небольшая маленькая щеточка удобная. Вот так дальше. По-моему, ко мне приехал курьер. И сейчас даже, наверное, будет звонить. Так, следующий у меня такой есть карандашик. Для, 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 в общем, для глаз. Я заказала в таком изумрудном цвете. Он немножко как перламутр даже дает. Но, типа, он и как длина сухую, так и на влажный лайнер. Но, скажу так, что, в принципе, он на влажный я не пробовала. А вот на сухую он не совсем такой, знаете, скользящий. Но он, типа, водостойкий. Там не так быстро смывается, расплывается и так дальше. В принципе, мне подходит. Но, может быть, желалось бы лучшего. Но, в принципе, сойдет. И подумывая даже за какой-нибудь другой цвет. Может быть, не знаю какой. Там есть еще другие оттенки. Но вот такой карандашик заказала. Также заказала себе такой лайнер. Лайнер, опять-таки, для... И он waterproof, то есть водостойкий. У него такая довольно, видите, конусная, даже не щеточка. Такой, как стержень. Вот сейчас я нарисую. И да, он водостойкий, по сути. Но смывается легко. Черный такой, черный-черный. Смывается легко. Без проблем с салфеткой, потом там умывалкой. Так, это то, что, касается, я заказала, чтобы мне получить подарки. А какие подарки, сейчас я вам покажу. Так, то, что новые каталоги, само собой. Даже не буду их вытаскивать. Так, шуршание, шуршание. Значит, на мое количество баллов мне досталось заказать гель для душа. Очень они ароматные. Там разных вкусов и запахов. Я взяла ароматная земляничка. Так, потом я взяла себе еще крем для рук, пион и лилия. Ну, возможно, у меня сейчас очень много от бархатной ручки мне подарили. И из дому прислали. Поэтому, возможно, это я пущу на подарок. На какое-нибудь Рождество или Новый год кому-нибудь. Так, это крем, не сказала, да? Крем для рук, пион и лилия. Из серии Оранжери. Оранжери. Как-то так. Красивая упаковка. Также заказала мыло для рук, устраняющее запахи, да, интенсивно. Вот мне нравится его брать. В этот раз я взяла цитрусовым ароматом. Вот именно, когда там вы что-то копченое или рыбу, или что-то готовите, и руки не сразу отмывают вот этот запах, то вот этот как бы справляется, ну, на 90% точно. И также взяла, то есть, вот такое мыльце с вишневой конфетти. Конфитюр. В общем, с вкусом, запахом, с запахом вишни. И очередную такую саше. Масочку. Маска для лица, лифтинг и питание. От серии Ботаника. То есть, они такие прозрачные, их очень удобно брать с собой. Но здесь 50+. Мне, конечно, не 50 и не плюс. Но я думаю, что я, может быть, подарю кому, а может быть, и сама попробую. И, как обычно, от наставника бывают мне подарки. То есть, это каталог. И что здесь есть. И вот опять у меня есть кондиционер, кондиционирующий шампунь. Что мне будет удобно взять с собой в дорогу. Если что, два в одном. И серии Эксперт. Потом витаминная маска для лица, киви, авокадо. Тоже хороший вариант для себя. С витамином АЕПП. Так, из этой же марки, из этой же серии витаминная маска для лица, смородина и ежевика. Сколько у меня уже этих пробников собралось. И, да, это подписано, кто мой наставник. И такая, что это она? Со вкусом лесных ягод. Это кисель сухой, растворимый. Со вкусом лесных ягод. В общем-то, ну, такой, знаете, диетический. И, чтобы не набирать в весе, да. Но побаловать себя вкусняшками. Вот такая. Вот. Это вот то, что мне как бы с фаберликом, что связано. Сейчас мы оставим немножко в сторону. И еще покажу вам такие покупки уже с одеждой немножко. Я прикупила себе такой воротничок. Который, в принципе, вот тут есть такая, такая, как она называется? Называется петелька, да. Вот я надеваю этот воротничок дополнительно, допустим. Ну, специально я покупала к черному пальто своему, да. Чтобы, потому что там нет такого специального воротника. Вот этим можно побаловать себя. Таким он ненавязчивый. Ничего не слышно, наверное. Ненавязчивый, не какой-то громоздкий, большой. Это искусственный, да. Такой приятный на ощупь. Мягенький, плюшевый. Такой искусственный мех. И да, не было черного цвета. Я приобрела такой темный, темно-синий. По-английски он звучит как navy. Ну, вы видите, да, что есть такой отлив синенький. С этой стороны тоже вот. Так. И последняя покупка. Это такой тренч, пальтишка, жакетик. Я не знаю, но он длинный. И я покупала в бюджетном магазине, в клеточку. Мне понравилось. Бюджетный магазин Penis, Primark. У нас Penis в Англии, Primark. И довольно хорошие у него, то есть ровные строчки. Вот то, что касается, да, если сравнивать, сравнивать наш бюджетный магазин и сравнивать... Ай, опять погасло. Сейчас, секунду. И сравнивать Алиэкспресс, то вот это небо и земля между Алиэкспресс и магазином в Ирландии. Бюджетным магазином в Ирландии. Все строчки абсолютно ровненькие. До вот просто не прикопаться. Никаких ни ниток, ничего. Все ровненько пришито. Все строчки ровненькие. Вот вы можете сами наблюдать. У него есть карманы реальные, но они как бы зашиты, да, как обычно бывает. Я не буду их расшивать, чтобы мне туда руки не засовывать. С двух сторон эти кармашки. В два ряда пуговки. Застегиваются, в принципе, на одну. А эти как для декорации, да. Вот. Что здесь еще? Внутренний подклад. Длинный рукавчик. И сзади вот просто длинный, прямой. И есть такой разрез. Я сейчас на себя надену. Примерю. Вы посмотрите, как на мне сидит. У меня размер 6. Самый маленький, по сути. Да, стоил 40 евро. Это только на весну. Только на весну или осень раннюю. То есть это не на какую-то зимнюю, ну не зимнюю, а холодную погоду. То есть это буквально даже летом, вот в Ирландии. Вот. Вот так он на мне сидит. Сейчас я может попробую показать максимально. Вот такой вот длинный. Немножко мне рукава длинноватая, но я думаю, можно их вот так вот сделать. Тоненькая легкая ткань. Ну как жакетик, скажем так, только длинная. Очень удобная. И в составе есть, по-моему, немножко шерсти. Но это совсем не ощутимо. Ничего не колет. Ничего не жмет. И в этом сезоне клетка очень актуальна. Поэтому я очень рассмотрелась сразу к этому тренчу, наверное, назму. И мне понравилось. И я буду с удовольствием носить весну. Так. Ну и присяду в нем. Вот такие мои покупки были. Разнобой, разные. Разную тематику. И если вам понравились мои покупки, ставьте мне пальчики вверх. Подписывайтесь вообще на канал, чтобы не пропустить мои последующие видео. Я планирую все-таки сделать первый влог. Не знаю, когда он у меня получится. Но точно до Нового года. Я так до Рождества католического. Я так планирую вам показать, какие у нас теперь ажиотажи в магазинах. Как люди берут все подряд. Надо, не надо. Но только чтобы что-то купить и подарить на Рождество. В общем, вот так. Подписывайтесь на меня в Инстаграм и ВКонтакте. Я всех приветствую. Очень рада. И очень люблю с вами общаться в комментариях. Мне приятно. Даже если вы мне делаете замечания, я эти замечания учитываю. Ни в коем случае я не обижаюсь. Это не в обиду. Я просто понимаю, что с моей точки зрения не очень... Ну, вообще, с точки зрения даже по ту сторону зрителей, что у меня мои видео не такие эффектные. Поэтому, да. Если вы видите, и я смогу поправить то или иное что-то в своем виде, то, в принципе, вы мне говорите об этом, пишите. Я очень рада общаться с вами. И, да. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в соцсетях, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакты. И всех с наступающими новогодними праздниками. Ну, это так, я предварительно. Я думаю, что я вас еще поздравлю. И всем хорошего настроения. Всем удачных подарков. Как подарить, так и получить. И желаю вам всего самого-самого хорошего. И вообще хорошего у меня не только сегодня. Всех целую. И всем пока. Bye, bye, bye.